Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Валерий Болсыновский. Я хочу рассказать свою историю, но немножко особенным образом я хочу рассказать историю параллельно отвечая на вопросы. Навряд ли вам будет интересно слушать вообще мою историю, вот так в монологе. Я ее не раз рассказывал по-разному. Давайте лучше сосредоточимся на таких моментах. Вот так я выгляжу. Ну, сейчас, секунду. Наверное, всех новичков будет интересовать первый вопрос. Можно ли научиться программировать? Как это сделать? Ребят, давайте так. Поменьше слушайте вообще, вообще всех. Вообще всех. И даже меня не слушайте. Грубо говоря, программировать может каждый. Как определить, можете вы программировать или нет? Если вы способны составить список в магазин, то вы можете программировать. На самом деле, понаблюдайте за собой в течение дня. Вот пойдете в магазин, в парк, понаблюдайте за своими мыслями. Вы заходите в магазин, ваше внимание переключается на список, там, на крупу, там, на колбасу. Ведь вы постоянно делаете выбор. То же самое, что в программе, EFL. Только вы это делаете на автомате. На самом деле, вы уже программируете. То есть, человек в любом случае работает, его мозг как программа. Поэтому единственное, что вам надо, это научиться, что такое программирование? Это научиться компьютеру объяснять то, что вы хотите сделать. Это изучить код. Но это все есть в школе. Ну, это я расскажу в истории школы, в следующей, что есть в школе. Получится ли у меня? Ребят, давайте я вам помогу просто ответить на ваш вопрос. Конечно, получится. И не потому, что я там хочу вас задобрить, сказать, вот, получится, и все. А вспомните, вы занимались каким-нибудь делом? Каждый из вас занимался каким-то делом. И сейчас занимается. Кто-то хобби. Когда получалось? Когда делали? Тут ничего другого нет. То же самое, ребят. Просто все заключается в том, что вы выделяете часть времени на программирование. Сначала будет идти медленнее, потом быстрее, быстрее, быстрее. Вы постоянно работаете с кодом. При этом, смотрите, на что надо обратить внимание. Первое. Основная задача – это писать код. Это основная задача. Не надо от себя требовать на первом этапе таких вещей, как мышление кодом. Все это придет потом. И придет само, ребят. Уж поверьте мне. Я сам не заметил, как вот это начало происходить. Я тоже когда-то начинал, буду рассказывать свою историю, как вообще я начал программировать. В 2009 году зашел на один англоязычный форум. Там парень сбросил программу. Там, мол, вот такая-то программа. Я уже не помню, какая она была. Ну, пользуйтесь. Я подумал, и люди подключились. Я подумал, нифига себе, они все знают язык. Думаю, наверное, это придет к нам. Надо изучать язык. И я начал этим вопросом интересоваться и понял, что рано или поздно знание языка это станет нормальным. Ну, то есть, нормальным станет знание хотя бы одного языка. К этому все идет. И я долго выбирал язык, потому что вот есть такая дилемма, и она у вас есть 100%. Сомнения, да? Сами по себе сомнения, они нормальные. Нормальные в чем? Что сомнения нам дают возможность переосмыслить, посмотреть с разных сторон. Но когда сомнения доходят до абсурда, это уже не хорошо. А у новичков всегда, я, в принципе, рассказываю больше истории для новичков, вполне нормальные вопросы, неразрешимые сомнения. Потому что требования к языку человек не знает. Он бы и хотел, но он не знает, что спросить. Он толком не знает, что он хочет писать. Он толком не знает, что он может реализовать. Ребят, на Python сразу говорю, можно реализовать все, что угодно. Все, что угодно. игру, программу, никого не слушайте. Что, там такой, не такой Python. У Python есть достаточный библиотек. Надо быстрое, тоже машинное обучение. Подключили библиотеку NumPy написанное на C. Получаем все расчеты со скоростью C. Все работает быстро. Надо сайт подключаем Django. На нем написано Instagram. Весь мир на Instagram. Надо что-то, ну, в общем, все, что угодно. Сайты, программы, игры, все, что угодно. Все, что угодно. Знаете, чем отличается Python, вот еще одно скажу, от других языков. Вот за эти годы я понял, в школе как раз будут давать C. Вот смотрите, многие языки поддерживают только сами себя. Python поддерживает все языки. То есть, грубо говоря, если вы написали код на C на C++ или там на C, то вы его можете внедрить в Python. А он будет работать как библиотека Python, будет обрабатывать у вас все, что надо. То есть, по сути дела, с Python у вас развязываются руки. Это точка входа, язык довольно простой, написать можно все, что угодно. и кроме этого, это полное развитие. То есть, со временем вам вы просто понадобился какой-то язык, выучили C, но при этом вам не надо отказываться от Python. Вы можете, если у вас есть какой-то фрагмент кода, написать его на C, сделать библиотекой Python. Все, у вас дальше какой-то фрагмент кода бомбится на C. и отдыхаем, дальше программируем и с кайфом. Если вы думаете, что у меня вообще все сразу стало получаться, то это не так. Скажу честно, наверное, когда я начал изучать Python, я год не мог с Django вообще запустить проект. Но я не понимал тогда, потому что, во-первых, не знаешь, куда смотреть, не знаешь, что делать, не знаешь, как должно быть. Конечно, все эти уроки сегодня есть в школе, и участникам все намного проще. Пришел, посмотрел урок, ребята делают сайты, делают работы, ну, то есть, очень много людей уже благодаря школе начало программировать, и это уже не пустые слова, это уже подтвержденная информация, школу ведется несколько лет, и она от простого к сложному. Поэтому самое важное, самое важное, это сделать, делать просто системно. Выделите, сколько есть времени, и программируйте. Проходите постепенно, поэтапно. Понимаете, вот это вот понимание, которое начинающие программисты начинают искать, я сейчас выражу за вас, за вас вашу мысль. Человек вот изучает язык, да, а задается вопрос, когда же я смогу свободно писать, когда я смогу думать кодом? это придет, и это придет каждому, ребят, услышьте меня, к каждому, только каждому свое время. я лично не заметил, как получилось так, что я ложусь спать, и вдруг думаю, так, там я сделал список, надо было, конечно, там словарь поставить, будет быстрее работать, что она мне мудрит, будет быстрее работать, и я думаю себе как-то вспоминал на мысли, во, я уже думаю так, как когда-то я мечтал об этом, но ведь это само пришло, само пришло, потому что постоянно есть практика, 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 потом я не заметил, что вот бывает скачиваешь библиотеку, я почему-то запомнил тот момент, когда я заходил на гитхаб, надо было установить библиотеку, глаза большие, ничего не понятно, ничего не устанавливается, и помню, ходил я, наверное, несколько месяцев думал, как же этот редактор вставляется, что спрашивать, конечно, в школе тоже люди делают давно, эти редакторы вставляют, все это просто, действительно, сегодня просто, но все это придет, я не заметил, как получилось так вот скачиваешь библиотеку, ну, библиотеки, которые люди выкладывают на гитхаб, свободный доступ, и думаешь, так, открываешь код, подправляешь, и однажды я себя споймал на мысли, боже мой, я раньше боялся залезть в какую-то библиотеку, вдруг она не будет работать, вот это было у меня второе тогда, второе откровение, а потом я подумал, теперь я скачиваю библиотеку, переделываю ее под себя, потому что когда-то я, по-моему, читал книгу программируем на Python, по-моему, где-то она у меня даже лежит, Майкла Долсона, и в конце он пишет, я там взял библиотеку, переделываю, чтобы она была эффективнее, я думаю, ну и ну, вот как он так все, все это приходит, ребят, все это приходит, но приходит со временем, надо просто программировать, вот эти откровения, они произойдут, и произойдут, произойдут с каждым, если вы думаете, ой, это случится со всеми, кроме меня, нет, говорю вам ту мысль, которую я хотел донести и доносил, ребят, вспоминайте, вот когда вы начинаете сомневаться, вспоминайте то, что я вам говорил в начале, ведь вы занимались каким-то делом, и любое дело требует опыта и времени, все, если вы спросите меня, за сколько можно выучить язык, как это эффективно, есть ли рубеж, есть ли рубеж тот, когда вот действительно ты начинаешь, что значит ты точно овладеешь языком, ребят, я говорю всегда так, сначала говорю в общем, в общем надо год для Пайтона, да, потому что сначала вы проходите типа объектов, все, я говорю по школе, да, типа объектов, вы вроде знаете, вот это так выглядит список, вот так выглядит кортеж, так выглядит что-то, но писать не можете, это нормально, потому что потом идет тот период, когда вдруг вы примерно так это происходит, это со мной вот так было, да, когда-то, вдруг я открываю, так, я открою другое, это боевой проект, сейчас, что ж тут открыть, такое, ну вот, это открою, вдруг вы, сейчас, 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 мы работаем с пайчаром, вдруг вы заходите файл настроек тоже, смотрите и говорите себе, ааа, бааа, это же список, увидели, да, скобки, это у меня тоже было когда-то, я прихожу к жене, свет, привожу я компьютер, смотри, вот что ты видишь, он говорит, ну какие-то тут это, непонятно, говорю, это список, то есть это все происходит, но происходит это поэтапно, сначала вы вдруг замечаете, что вы начинаете, понимаете, вот сразу отвечу на вопрос, часто встречаю в интернет, а можно ли изучить, начать изучать джанг, не изучая пайтон, ребят, ну, конечно, вопрос, ответ вы мой знаете, это примерно сказать, следующее, слушайте, грубо говоря, а можно водить машину, если, то есть, устроиться на работу, если ты никогда не водил машину, ну, глупость, ну, нельзя, ребят, если вы не будете изучать пайтон, то программирование для вас будет суща от, грубо говоря, ошибки вообще понимать не будете, вот не поставите запятую, да, вот так, оно в списке будет работать, а если тут стояли, было вот так, например, да, там, ну, я к примеру говорю, да, это картер, то есть, если вы не будете изучать пайтон, для вас это будут скобочки, да, скобочки, будете себе говорить, вот я не поставил скобочку, да, и у меня не работает, или не поставил запятую и не работает, это я вспоминаю, у меня есть такой друг, Дмитриевич, когда мы еще на заре, до 2009 года изучали HTML, я прихожу, он сидит, корпит, что-то пыхтит, а потом мне говорит, ты знаешь, я запятую не поставил, это вот был тот момент до 2009 года, когда мы HTML изучали, и действительно думаешь, что это за дурдом, запятую не поставил, он не работает, просто, когда вы изучаете пайтон, и начинаете набивать руку, у вас это как бы откладывается, что если это кортеж, да, то запятая однозначно должна быть, то есть, вы ее ставите автоматами, понимаете, если вызывает ошибку, да, то вы четко быстро считали, сочетали, что это именно так, поэтому пайтон однозначно, так, уберу, а то потом сам искать буду, то есть, вот этот период, да, он у меня тоже был, не только у вас, когда, как я сказал, заходите и говорите, боже мой, это строка, ребята, и сам себе говоришь, я вижу, ведь это строка, я вижу, раньше я изучал, только начинал строки, и вдруг я вижу, что строка, вот она применяется на практике, потом будет тот период, когда это выходит на уровень, автоматом, как это, автоматом, да, то есть, вы четко смотрите, ага, список, ага, эта строка, значит, то-то, 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 уже прорабатываете в голове, понимаете, да, то есть, вот после только этого начинается какое-то продуктивное, помните, я вот, буквально, ну, не помните, потому что я перефразирую, когда начинается программирование, когда, вот, есть ли тот момент программирования, когда можно сказать, да, я научусь программировать, да, я делаю правильно, ребят, смотрите, идет несколько периодов, первый период, когда вы просто знакомитесь с языком, вы, вы именно просто знакомитесь, но без этот период нельзя выбросить, нельзя, допустим, то же самое, что выбросить со школы букварь, человек не начнет читать, не зная букв, согласитесь, да, а когда начинается вот этот период постижения результатов с первого проекта, неважно на чем, вот в школе построено, я специально на, значит, если на про365.net, да, это первый сайт когда-то был, где для совсем маленьких там новичков мы изучаем Python, Django, то на сайте, например, spb-tut.ru здесь смысл сайта вывести на средний уровень человека, значки расположены так, как я бы рекомендовал изучать, и здесь вот человек, допустим, в плане делает практику, то есть вот начинается реальное программирование, когда он начинает делать некий проект, и значит, вот когда вы делаете проект, то есть вы видите уже реальный код, вот тогда у вас начинается размышление, вы начинаете думать, сначала идет тот период, когда это будет у вас неосознанно, просто я говорю, как будет происходить, когда вы будете думать, так, хорошо было бы добавить комментарии, хорошо, и тогда вы уже думаете, а как добавить, как написать код, вот начинается, вы толкаете себя к прорастанию правильного вот это размышления, и сначала, если вы просто с большими глазами дописываете комментарий там по какому-то там сценарию, то потом это все переходит в том, что здесь надо было бы не список, здесь надо было передать по-другому, все это опять приходит, но самое главное, что я хотел сказать, что этот момент наступает тогда, когда вы начинаете именно делать проект, кто-то делает вот в школе джанго, кто-то делает на пкт, кто-то делает, не важно что, кто-то делает на андроид, потому что мы в школе занимаемся андроид, я уже пошел дальше, начал делать социальную сеть, то есть по принципу, сейчас расскажу, это вообще смешно получилось, я собирался это делать чуть позже, то есть проект, ну, хотел сконцентрироваться, может она выглядит по-другому, сейчас только начало, ну, то есть, грубо говоря, сделать новости участников, сделать нравится, не нравится, сделать ленту, чтобы выводилась, все это я научу, то есть это уже продолжение, сделать, если человек переходит на новость, то он может где-то что, сейчас, сейчас, а вот, на участников, да, то есть человек может подписаться, это у него вводится, будет в ленте и так далее, и так далее, я к чему это говорю, я его собирался делать позже, жена говорит, а помнишь зимой ты говорил, что в таком-то месяце ты начнешь делать социалку, ты хоть начни, хоть начни ее делать или хотя бы в том направлении, а я сижу и думаю, ляха-муха, а с чего же ее действительно начать делать, и вы знаете, я честно сказать, мне даже было страшно, а потом вернулся к своим знаниям по продажам, причем есть продажи, потому что всегда надо поставить одну цель проекта, поставил цель проекта, начали собираться мысли, что сделать, все, как только собралось, уже пошли мысли по приложениям, тогда стало понятно, где что делать, и потихонечку, потихонечку, буквально за два месяца я ее набросал, но учитывая то, что это не значит, что я два месяца там сидел и просто тупо программировал, я ее четыре раза переделал, последний раз за дня три, то есть так быстро уже, первый раз делал, просто думал так, завяжу на аккаунте, второй раз делал, не понравилось, начал там, понял, что, а, вот этот момент сразу начинается, да, он потом опять, он потом приходит, то есть, почему надо писать практику, мы, ребят, вот вы пишете первый практику, простой сайт, вы, у вас пока не с чем сравнить, да, вы пишете, вот так надо делать, потому что говорит Бавсуновский, так вот, вот здесь проект, который мы пишем, очень простые, и перед той же социалкой я обязательно просто ребятам несколько раз писал, надеюсь, кто-то меня услышал, что надо обязательно перейти в примеры проектов и проделать довольно сложный блок, то есть тут есть лечение по тегам, тут мы будем, делаем и поиск, и много чего, ну, то есть, такой довольно сложный компактный блок, так вот, а потом, вот когда, как я говорю, я писал, да, потом ты начинаешь соображать, так, в чем, значит, соображение начинает происходить, в том, что думаешь, ага, надо сделать так, чтобы каждое приложение можно было переделать, это раз, то есть, уже начинаешь понимать, куда разместить статику, все эти вещи я буду рассказывать на вот этом проекте, да, то есть, все уроки, именно он будет посвящен созданию соцсетей, и если мы здесь посмотрим, то вы всегда можете перейти на такую вкладку, чему научитесь на главной странице, да, почитать, посмотреть видео суть школы, да, потому что мы будем изучать тут GC, AJAX, я все это рассказал, и вот, по крайней мере, зачем это все, вы поймете, когда вам понятно, зачем, то вы начинаете изучать, но это продолжение, да, то есть, мы добавляем в Жанго функциональность, так вот, и я так переделал четыре раза, потому что, потом комплектовал на форум, потом, ну, в общем, потом переделал, как мне надо, последний раз, наверное, ну, три-четыре, может, дня, уже как-то так по-быструхе, и вот тогда, да, расставилось в голове многое, то есть, если два месяца назад я не мог вообще понять, да, как писать, я искал много информации, да, там были какие-то отдельные предложения, ну, что предположение, что надо такую, такую, у меня все оказалось все намного сложнее, да, просто я, когда сообразил, как это делать, то, и курсы здесь делал, много чего, то оказалось, оказалось, все рассталось в голове, это будет и у вас, ребят, просто часто новички спрашивают, а что такое, вот, научиться программировать, если вы считаете, программист, человек, который все знает, нет, это компьютер может все знать, потому что ему вложили в базу, и ему думать не надо, а у человека, вспоминайте Шерлок Холмса, да, вспоминайте Шерлок Холмса, да, он говорит, я не ложу в чердак все, что угодно, ведь можно столько напихать информации, что не знаешь, куда деться, важно, нужная информация, то есть, что такое, вот, правильно развиваться программистом, это, ребят, опять, это субъективная точка зрения, я поясню свою точку зрения на примере, это знать, где найти, я не держу в голове, нет, я знаю основные операции, но я не держу в голове весь Python, его разрабатывает миллион человек, это нереально, даже жизни не хватит его весь изучить, но, у Python есть ядро, и оно простое, там 6-7 типов данных, стандартная библиотека, по ней отдельно расскажу сейчас, сначала я вам задам вопрос, ребят, когда вам рекомендуют, что, мол, изучить Python, там, иди на сайт, изучай всю библиотеку, я у вас спрашиваю, вы сами ответите, стоит слушать этих людей или нет, вот представьте, вы живете сейчас, там, в городе МНА, и вам сосед приходит, слушай, давай научимся, ремни от комбайна, менять, а вы думаете, вы подумаете, а нахрена мне это нужно, я комбайн только видел на картинках, вот, если взять москвичей, да, или там питерцев, я был в Питере, действительно, мне очень понравилось, в Москве не было, к сожалению, но, многие люди, ну, действительно, видят на картинках располе, и если он работает там в офисе программистом, или там где-то, ну, в другой области, и не собирается работать на комбайн, то нахрена ему, извините меня за выражение, менять ремни, учиться менять ремни на комбайне, так вот, это ответ на вопрос, не надо изучать всю стандартную библиотеку Пайтон, но надо знать, что она есть, можно просмотреть, посмотрел, там, ты знаешь, вот это, другое есть, и когда перед вами становится задача, вы думаете, так, можно ли это с листвами Пайтон сделать, дальше смотрите какую-то библиотеку, либо самому писать, то есть, подводим итог, хороший программист, это который знает, где что найти, и посмотреть в конкретной ситуации, потому что все знать, и что вам придет в голову в следующий момент, неизвестно, у вас стоит конкретная задача, вот это проблема новичков, почему я говорил, вот они не понимают, возвращаемся немножко, новичок, я сам себя вспоминаю, начинает программировать, спрашивает себя, вот я сейчас спрашивал, боже мой, а когда же это время придет, когда я начну писать код, ребят, вот именно, когда вы начнете делать первый проект, когда вот это вот, код, будет воплощаться в страницу, и вы начнете додумывать, ага, сюда бы было поставить хорошо то-то, и вы тогда начинаете действительно свою мысль направлять на то, что, а как это сделать, а каким образом это сделать, и так далее, и так далее, то есть, услышали меня, да, школа построена именно таким образом, если Pro365.net это для новичков, SPB средний уровень, то уже посложнее уровень вот этот сайт, еще есть Python for Android, еще есть продажи, много чего, сам по себе, то есть, здесь у меня тоже услышали, я очень рад, так, что я хотел еще рассказать, такие вопросы, которые интересуют, часто спрашивают, часто спрашивают, а что можно написать на Python, как я сказал, все что угодно, так, у меня добавилось тут котик-басик, на руки хочет, ребят, вот я сейчас хочу остановиться на последовательности, вы знаете, я вспоминаю себя, когда я начал изучать Python, я еще не дошел до функции и лезу в Django, и вот она у меня не устанавливается, сервер у меня не запускается, потому что я не знаю, что смотреть, и тогда я себя взял в руки и думаю, нет, сначала я пройду Python, потом полезу в Django, и я себя дисциплинировал, в принципе, давайте я вам почитаю, тут мелкий текст, это, наверное, Александр вот написал, Орбан 071, до того, как прийти в школу Бовсуновска, я долго искал материал, с чего начать изучать программирование, но так как было большое желание, я также долго искал, с какого языка мне начать изучение, и вот в один прекрасный день я остановился на Python, так как у него не такой высокий порог хода, я начал изучение с книг, много читал Луца и старался понять, что это, что это казалось, что, но мне это казалось сложным, и в один прекрасный день я наткнулся на форуме, уже не помню на каком, что работает школа по изучению Python плюс Джанго, я решил попробовать и не прогадал, я начал изучение Python от А до Я, и поначалу это было сложно, но я преодолел этот рубеж за два месяца, возможно, это быстро, но я упорно занимался каждый день по 7-8 часов, возможно, поэтому я так быстро перешел на Джанго, но поверьте мне, после полного изучения курса мне стало легче, вот о том, о чем я говорил, да, вот мои слова, перейти на Джанго и порог хода в Джанго стал еще легче, надо обязательно начать с изучения Python, по косточкам, и только после этого переходить дальше, и вот после месяца изучения Джанго я сделал свой первый практик, думаю, потому, что не перескакивал и делал все здания, которые Валерий давал в школе, это не так сложно, если ты делаешь все последовательно, приходит понимание, думаю, новичкам будет полезен мой совет, ребята, когда присылают, разные, да, ну, не все присылают, вот если посмотреть, ну, мне понравилось вообще, ну, там парень опытный, да, вот где-то я разместил, Саша Проценко, вот он сразу делал, изучал уроки, да, и сразу он изучал уроки, чтобы написать сайт медицинского центра, то есть, как Саша свою историю написал, брался за любую работу, понравился Жанго, понравился, понадобился Жанго, понадобился быстрый сайт, все, пошел изучать уроки, ребят, ну, ладно, не буду вас томить, вот смотрите, если мы, сейчас я другой браукер открою, а, вон оно, ну, тут есть, то есть, на самом деле, если совсем новичок, вот, есть для новичков сайт про365.нет, где, грубо говоря, я рассказываю на пальцах, ну, не знаю, за несколько лет не было практически ни одного человека, который бы, ну, не начал программировать, вот я рассказывал, тут видео есть, я их не удаляю, на таких эмоциях написал, почему надо учить, именно Python, не C++, полный курс, да, изучение, посмотрите видео, такие, противоречивые, либо там человек говорит классно, либо, говорит это, ой, ужас, ну, ладно, так вот, если у вас нет логина и пароля, то, вы можете начать, с чего, изучаем язык программирования, от А до Я, и вот, очаровательный Python, начало полного курса, то есть, увидите, что я объясняю, очень просто, 29 уроков, дальше вы идете продолжение, да, это для новичков, и здесь все курсы, в школе все по шагам, идут по шагам, и вот здесь вы идете, 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 да, все изучаете основные моменты, и вот здесь написано, допустим, с этого момента вы можете начать изучать джанго, то есть, я понимаю, о чем говорю, потому что надо хотя бы первичное понимание, всех типов объектов, и, значит, классов, теперь сразу подытожу, да, я когда начинал, я думаю, вот я сейчас буду изучать язык, и для меня было большой проблемой, я не мог понять, а что значит изучить язык, потому что действительно, Python большой, куча библиотек, а что надо знать, надо знать ядро, что такое ядро в языке, ядро в языке, это типа объектов, их немного, это, там, числа, списки, словари, кортежи, ну там, 5-6 типов используются, не больше всего, инструкции, синтаксис, вам, вы просто будете делать, да, то есть, что-то мы делаем при помощи списков, вот допустим, мы берем бумагу, там, вставляем список в магазин, купить хлеб, молоко, колбасу, и так далее, то же самое делаем с компьютером, только даем ему команды, ничем это не отличается, мышление тоже, не надо себя допускать, что программирование, это нечто иное, нет, язык составлен таким образом, который, стараясь как больше соответствовать, именно мышлению человека, дальше, проходите функции, и, грубо говоря, классы, все, то есть, ядро, и дальше начинаем нарабатывать, по областям, все, нарабатывать, уже каждый в своем направлении, кто-то пойдет в джанго, везде вы будете сталкиваться с типами объектов, только, ваши функции будут в разных языках делать разные, да, то есть, в разных приложениях, вы услышали меня, то есть, идем по порядку, дальше идет, сайт школы, spb-retout.ru, получить пожизненный логин и пароль можно, здесь же идет ответвление, python for android, то есть, программированный android, но к android надо подходить, зная классы, это однозначно, потому что тут классы, все на классах, где-то дополнительно вы изучаете, мою систему продаж для программистов, и уже, вот этот сайт, он собирает себе все, и здесь уже мы, будут здесь пишутся курсы, python, jango, использование gc, ajax, jango, использование машинного обучения, да, есть на spb раздел, где я начал уже раздел, но буду его продолжать развивать, это машинное обучение, то есть, где мы изучаем, ну, здесь построено следующим образом, что когда я влез в машинное обучение, я увидел, что там 400 библиотек, тогда до меня дошло, есть пакет skipay, который в принципе есть точка сборки, и по сути дела, основное все пишется на matplotlib, да, то есть, на numpy, это библиотека, которая написана C, которая обрабатывает, далее, вам для начала надо matplotlib, это отображение, визуализация, панда, чтобы все вводить, грубо говоря, там в табличках, и с kiketler, все остальные библиотеки, вы можете потом использовать, по необходимости, все они работают по одному принципу, только делают разные действия, просто добавлять, машинное обучение, можно добавлять на любой сайт, например, какую-то дополнительную логику, ну, и так далее, и так далее, поняли, да, я сейчас говорил, о последовательности, да, вот именно, вот что писал тот парень, где мы читали, да, Орман, не помню, уже забыл, ладно, хороший наш парень, я вот забыл, как его зовут, я помнил его имя, ну, извиняюсь, значит, последовательно, вот здесь где-то я взял статью, начни здесь, что я получу после оплаты, наверное, здесь я ее добавил, посчитал важным, у нас была девушка, и есть с Латвии, а, но то, что я попробовал, меня удивило, восхитило, и не оставляет в покое, и вот она, именно, кто-то говорит, ну, я стараюсь всегда разъяснять, кто-то говорит, это вода, на самом деле, вот она меня услышала, и это уберегло ее от многих ошибок, и я здесь рассказал, в принципе, свою систему, потом обязательно надо почитать, вот, и вы начинаете изучать Python, да, вот статьи, почему Python, то есть здесь, в принципе, изложены практические мысли, моменты, чтобы у вас собрать, помочь в голове все, что еще, ну, здесь и бесплатные курсы будут, и платные, все-все-все, в общем, я хочу подвести к тому, что, все должно быть последовательно, и школа построена последовательно, и вот это вот понимание, не знаю, получилось у меня в моем, ну, длинное видео получилось, получилось у меня рассказать, вот эти все моменты, ну, наверное, все нет, но на основные вопросы ответить получилось, по сути дела, если вы хотите программировать, ребят, просто берите и программируйте, у вас получится, уж это 100%, и вы знаете одно, что просто это надо опыт, вы знаете, потому что, когда вы изучаете, пайтон, ну, один раз написали список, второй, двадцатый, вы уже знаете, уже идете дальше, дальше, потом все нарабатывается, многих интересует вопрос, потому что, когда человек начинает, изучать первый язык, тот же пайтон, он пыхтит, ну, я пыхтел, и думаешь, боже мой, как сложно, как это, как это так, люди пишут, что другой язык, может там за неделю изучить, ребят, вот честно, вот сейчас буду давать Си, да, в школе, вообще, это мой первый язык Си, так вот, я помню, начинал изучать, я, когда его первый учил, я его толком тогда и не выучил, а когда вот я выучил пайтон, и потом заглянул в Си, боже мой, как просто, а что я тут мог не понимать, правильно, ребят, потому что у вас, когда идет время, нарабатывается, вы же когда новичок, да, вы не знаете, что такое функция, что она делает, что такое метод, что такое класс, у вас даже понятия нету, вам надо наработать эти понятия, и чтобы эти понятия соответствовали тому, что происходит на экране, то есть, если вы, вот я сегодня уже в голове, представляю себе список или словарь, да, то у меня уже выкладывается, и что с этим делать, у новичка этого ничего нет, и все языки, они устроены одинаково, там действительно, типа объектов, а дальше они там делают, типа объектов, операции с типами, а дальше где-то динамическая типизация, где-то, значит, статическая, ну, это сложные слова для новичка, сейчас это не важно, сейчас, я просто говорю, что, хочу сказать то, что, вот это все наработается, и как только это все наработается, вы смотрите на другой язык, и для себя отмечаете, ага, в этом языке это делается так, а Python, почему легче, Python, очень много от нас скрывает, он все делает автоматом, большую часть, мы просто, действительно, пишем код, и наслаждаемся, что я хочу сделать, вот сейчас, когда в полную силу заработает соцсеть, тогда я уже перейду к приложениям, за которыми я считаю будущее, это Kiwi плюс Django, то есть, это вот так написано Instagram, морда написана с мобильным интерфейсом, на сервере работает Django, то есть, я считаю, что за этими приложениями большое будущее, поэтому мне хочется, чтобы участники школы это умели, вообще, я школу, вот сейчас хочу вывести на то, чтобы любой участник школы, совершенно, со средним уровнем, мог написать социальную сеть, это безумно интересная задача, ребят, программирование, это безумно интересно, программирование, у вас обязательно получится, вы в программировании сможете создать, свой мир, реализовать себя, здесь нет ничего страшного, просто надо делать каждый день по чуть-чуть, день за днем, в школе есть все, чтобы делать это по шагам, поэтапно, что непонятно, спрашивайте в группе, вот здесь уже появился форум на этом сайте, вот, повторяйте, то есть, набирайте код по несколько раз, и все обязательно получится, не знаю, получилось у меня, или нет, до вас донести, что не надо бояться начать программировать, я говорю, даже я боялась, когда начинал писать, вот этот проект, который будет в виде социальной сети, я тоже боялся, и не знал, на самом деле, все выстраивается, как только мы начинаем идти, вот, да, программирование, как и другие области, можно сравнить с тем, вот, как машина, вот вы едете ночью, да, и машина фарами выбирает дорогу, да, мы видим следующее, 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 то же самое программирование, то же самое, у вас, вы будете развиваться, а мышление кодом, выйти, выход на автомат, когда вы уже соображаете, именно этими категориями, все это произойдет, это происходит, ребята, услышите, с каждым, просто, на самом деле, надо что делать, начать заниматься, вот и все, все, никого не слушайте, все получится, и уже очень много, я бы сказал, наверное, сотни человек, начали программировать, благодаря моим курсам, это, меня это очень радует, и воодушевляет, потому что, когда человек начинает с Python, он 100% остается в программировании, да, потом он захочет там, C выучит, или там, вот сейчас понадобились GC, то есть, я уже начал расширять, да, то есть, GC, Apex, Jukeri, Redis, ну, все это, я делаю, и вот, как я рассказывал, сейчас, секундочку, почему научитесь, да, вот посмотрите видео, и вы поймете, когда вы понимаете, зачем вам это, вот я очень четко здесь описал, рассказал видео, вы понимаете, вам это надо, это идет просто, как, грубо говоря, батарейки, вы дополняете, дополняете, дополняете свои знания, и по сути дела, вот, зная Python, Django, и зная вот эти вещи, вы можете написать сайт, вплоть, если у вас будет желание, до крутизны, фейсбука, то есть, я очень надеюсь, что кто-то из участников, примерно такое сделает, школы, так что, начинайте программировать, ну, вот такая вот у меня получилась история, спасибо, за доверие, с вами был Валерий Босыновский, у вас обязательно получится, да, запомните сайты, школы, pro365.net, spb-tut.ru, и python-tut.ru Успехов!